смотрю на эту отвертку а 6 смотрит сюда а 6 здесь а 6 я не нашел но вот эта упаковка я так думаю иду туда потому что я все перенес вот сюда и решил собирать вот этот вот профиль и вот этот профиль между собой прям вот здесь как она есть посмотрите неправильно делаю мне кажется именно вот такой длинный и нужно закручивать решил закрутить вон до того длинно это кошмары а может и и не прав но разглядывал гадал а 6 вот и вот сюда так а 6 вот такой вот вот это по моему а 6 то есть вот это сюда а вот это вот опять а 6 вот он длинный хоть ты лопни так а 3 а 5 а 6 не ошибаюсь все длинный так длинный ничего я не поделаю то есть мне нужно попасть вот это отверстие вот такой длинный представляете это кошмар опять попасть в отверстие и сейчас я буду закручивать прям на месте не дурать не буду таким вот образом теперь закручаем вот таким вот образом так 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 все работа пошла вот с этого я и начинаю работать кручу кручу и верчу с другой стороны тоже самое проделаю я так думаю что нужно закрепить все вместе чтобы потом найти все это по размеру потому что так наверное надо сделать вот смотрите профиль закрепил здесь такая туга переходящая на другой профиль то есть все делаю вроде бы так как нарисовано а я просто слизываю и закручиваю то есть все делается легко без проблем закручивал отверткой взял шуруповерт и мне кажется даже быстрее пошла работа сначала конечно вот таким вот образом нет чтобы закрутить ровненько потому что шуруповерт он найдет для себя другое положение этого самореза и что-то будет нехорошо ну вроде бы так вот смотрите вы видели что я делаю когда закручиваю смотрю чтобы не попала ткань и вот здесь чтобы было ровненько и вот здесь чтобы было ровненько и вот здесь тоже чтобы было все ровненько то есть за этим я наблюдаю что я и там и сделал там везде ровненько поднял верхнюю дугу чтобы отверстие были сверху но вроде понятно и закрутил один саморез а чтобы можно было закрутить одну рукой вот так закручивал а там установил вроде понятно саморезы ну каким-то образом у меня получилось вроде понятно и теперь надо конечно здесь тоже соединить посмотреть вот это вот место прощупать здесь здесь только-только держалась если бы что все бы рухнуло ну как то это непонятно как перелезу на другую сторону вот здесь не будет удобнее застрял начинаю закручивать для удобства сразу закручиваю еще один идёт вот такая стяжка верхней дуги вот здесь какая-то ступенька можно поправить но сначала нужно закрутить там потому что там закрутил только здесь все нужно править везде все нужно править вот такая интересная конструкция получилась начало работ это я думаю нужно обязательно сделать отдельно от этого поддона чтобы установить на поддон чтобы вот эти вот торцы в этом углу они как бы подошли по размеру и не туда и не сюда и сюда и и все чтобы было прекрасно но я так думаю а там как получится не знаю все закрепил и буду посмотрите на легкое легко поднимается без проблем без какого-либо стука это углы острых может я неправильно собрал вот здесь полукруг ну здесь отверстие здесь полукруг как-то непонятно ну-ка там здесь тоже углы острые и ничего я сделать не смогу вот такая вот щель получилось здесь ну понятно прижимается здесь хоть стачивай этот угол не пойму в чем дело либо вот эту я неправильно что ли закрутил сейчас будут думать что-то мне здесь не нравится там полукруг здесь полукруг и ничего не получилось 8 смотрю другую картинку и ничего уже понять не могу перешел просто взглядом вот сюда и думаю вот этими нужно теперь пользоваться мне сейчас помогает жена перехожу аккуратно не наступаю на дно поддона и посмотрите сейчас я вам что покажу женой принесли вот такую вот стенку непонятно стекло это не стекло здесь есть отверстие это понятно вверх будет ну вроде понятно да теперь здесь есть такие вот отверстия специально вот здесь как бы знаете вот это вот стекло и эти профиля между собой склеили и вот здесь есть вот такая вот уплотнительная резинка она и с другой стороны и снизу а вот сверху это уплотнительной резинки я чё-то и не нащупал ее нет вот она а сверху здесь вот нет ладно теперь вы смотрите я вам показываю есть отверстие я вот так подвел вот к этим отверстиям и сейчас буду закручивать этими саморезами установил одну панель закрутил вот таким вот маленьким саморезом с шайбой и теперь буду закручивать вторую панель тоже сверху закручу найду отверстие 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 нашлось вот она и будет уже это вся конструкция устойчива вроде понятно снизу я говорил там есть уплотнительного такая вот резинка она в данный момент сейчас придавила и никаких щелей не будет вот с этой стороны если вода будет туда попадать вроде понятно точно так же как и здесь очень интересно нашел вот это обозначение sp1 это будет сейчас я вам покажу это будет вот это sp1 вот sp1 sp1 как снизу так и сверху пойду устанавливать вот эти sp1 sp1 устанавливается это sp1 я вам сейчас покажу так я думаю вот сюда но как установить я даже не знаю а если вот так установить какие-то прижимы смотрите или так или так ну скорее всего так то есть вот так красивее а ну и правильно и угол срезы движется вот туда то есть вот так уже я не смогу установить но все понятно так красиво и и правильно уже смотрите по ровно это не я это завод вот так сделал в общем понятно отдельно собранный каркас установил на крылой поддон и дальнейшая сборка стенок душевой кабины собиралась без какой-либо инструкции глядя на винтики болтики я уже понимал куда их нужно установить и куда закрутить и что было трудно да тут была проблема с прокладкой вот этой стеклянной дверцы которая заправляется вон туда чтобы это стекло было жестким без какой-либо вибрации потому что здесь была огромная щель потому что это стекло на как-то поворачивалась вот так хотя сборка произошла просто до микрона пришлось взять вот такую вот палочку и сверху вниз вот таким вот образом я подбивал 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 и заправил эту резиновую прокладку вроде понятно она в виде гарпуна и ну с трудом ее туда заправил все вот это стекло теперь без какой-либо вибрации благодаря тому что акриловый поддон установлен на идеально ровный пол которую делался строго по уровню и установил этот поддон тоже по уровню и вот эта стеклянная дверца тоже установлена по вертикали от этого уровня никакой кривизны нет никаких щелей нет и навешивая одну и вторую дверцу их конечно нужно регулировать а регулировал от края вот этого стекла глядя на параллель на параллель вращая регулировочный винт 1 и 2 добился вот это вот параллели при закрытии здесь тоже получилась вот такая щель тоже параллель отрегулировать две дверцы спокойно можно взять и закрыть магнитики смотрите прилипает друг другу и сверху и снизу нет никаких либо клинив то есть но вроде понятно вот есть такой смотрите ход в этом месте и в этом месте без каких-либо щелей но вроде понятно единственное что я еще не закрутил вот эти вот стопора которые в зеркальном отображении снизу и сверху их нужно закрутить снизу я закрутил и здесь тоже закрутил а вот сверху пока не закрутил но это уже не проблема